Друзья, я тут забрался на самое высокое дерево, на дерево калины. Смотрите, какая она уже поспела, чтобы собрать для вас... Ах ты, машина едет! Чтобы собрать для вас ягодку и приготовить настоечку. Ради вас я рискую своей жизнью. Вот такая калинка красивая. Сейчас я ее насобираю. И потом все покажу вам. Друзья. Друзья, этой рябине она уже полусухая. Ей уже, наверное, лет 50. И чтобы не рисковать своим здоровьем, я решил просто оторвать веточку. Потому что там уже рябина такая, конечно. Побоялся за свою жизнь. Поэтому, друзья, я сорвал веточку. Сейчас переберу с этой веточки ягодки. И попробуем чего-нибудь приготовить. Столько мне калины удалось собрать. Она мягенькая уже. Сейчас гнует. Здесь где-то грамм 300. Эти 300 грамм я помещаю в баночку. Так я поместил нашу калину в баночку. И, друзья, мы добавляем в нашу калинку, малинку, как обычно, литрышечку самогончика. Видите, он сам добавляется. Ничего не надо делать даже. Только булькает приятно. Вот и все. Наша раз. Так. Набулькал. Литр самогоночки нашей. Что мы делаем дальше? Добавляем примерно пол палочки корицы. Для пикантности. Итак, друзья, как калинка у нас кисленькая достаточно, добавим пару столовых ложек сахара. Хорошенько помешаем. Взболтаем, но не смешаем. Очень хорошо. Смотрите, скорость 200, 300, 400, 500, 600, 700 километров в секунду. Хватит. Так. Перемешали. Закрываем. И на две недели убираем. Через две недели, не забываем, каждые там два-три дня взболтывать. Через две недельки посмотрим, что у нас в итоге получится. Калина красная, калина спелая. И думаю, настойка получится очень даже умелая. Две недели пролетело как один день. И калиновая настойка готова. Вот такой она приобрела цвет. Очень красивый. Сейчас я ее процеживаю. И мы продегустируем. Мне кажется, вкус должен быть замечательным. Но все узнаем. Так что, друзья, сейчас будем дегустировать. Так. Я процедил нашу калиновку. И мы сейчас попробуем. Какая она на вкус. Цвет, друзья, просто очень супер аппетитный. Мне кажется, и вкус должен быть достойный. Так что, попробуем. Так, друзья, попробуем. Пахнет очень приятно. А какая на вкус. Что я могу сказать? На вкус она просто восхитительна. Друзья, эта настойка одна из лучших, которую я делал. Советую на все 100%. Субтитры сделал DimaTorzok